первый слой сейчас здесь бахнем о пыльный слой чтобы перекрыть вот эту полосистость как чуть подсохнуть краской и уже будем крыть лаком почему крышу крашу отдельно потому что это будет намного удобнее потом задувать чисто бока крыши а потом закрою вместе с подработкой пленкой просто и все будет гуд и и и и Приехал смотреть свою отрывку. Ее, кстати, уже покрасили. Если вы готовы это увидеть. То есть сейчас заходим вот за эту дверку и смотрим финальный результат покраски ВАЗ-2111 полностью в круг с подкапоткой вместе со всем. Короче, ребят, вот сейчас ставим лайк, каждый, кто сейчас смотрит это. Так, Витек, Леха, Андрюха, Саня, Паш, лайк поставь. Ну все, если все поставили, то погнали. Итак, ребят, поскольку у нас зимой, особенно световой день в России очень короткий. В Москве, к примеру, в 9 утра светает, а темнеет уже в 16.00. Соответственно, 7 часов светло и 17 часов в сутках темно. Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, то что не хватает цвета, особенно в наших автомобилях, всяких базах, потому что штатный цвет, естественно, оставляет желать лучшего. Но я нашел в этом выход, я приобрел вот такие вот туманки, сейчас мы их распакуем, которые производятся под брендом Good Year и представляют перед собой премиальное качество по доступной цене. У них внутри лампочки уже идут в комплекте и самое главное, на них нет подделок. Защита от попадания влаги и прочее. Пыльник такой резиновый, плотно сидит который и внутри лампочка должна быть. Такая ровная, да? Угу. Мне кажется, будет хорошо освещать, да? А финальный результат вы увидите в следующей серии уже, как фара светит. Кстати, в этом году продукция Good Year отмечена премиум автокомпонент года в категории автосвет. Туманки есть как на ВАЗ-2710, 11, 12, 13, 14, 15, так и на Весту, Гранту, Калину и универсальные туманки на любую другую модель. Полный ассортимент противотуманов Good Year, а также где их можно купить, смотрите на сайте, ссылку я оставлю в описании. Эти ПТФ я купил в магазине Автономия, кстати, до конца декабря в этом интернет магазине вы можете приобрести ПТФ Good Year, а также любые товары из категории автосвет со скидкой 10% по промокоду МАНДАРИН. Переходите по ссылке и покупайте качественную продукцию. Кстати, эти туманки я приобрел не себе, Даня у него один, стоя без туманок, так что Дань, держи. А что у тебя случилось с двигателем? Антифриз стал попадать в блок, сказали надо прокладочку поменять, надо шлифануть блок. Короче попал на деньги, сейчас без работы сижу, потому что работа заключена с автомобилем. А передвигаться на таком виде нежелательно. то буду с новыми ПТФ-ками. Я тоже, Даня, говорю давай это нафиг прокладку ГБЦ менять, поедем просто воткнем в нее автозвука на 100к и новые ПТФ-ки. И все. Будет во дворе стоять, просто играть. Даня. 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 Ну ребята, она сейчас конечно пыльная. Не такой хороший результат на картинке будет. Но все равно. Сейчас крышку багажника будем перекрашивать. Грудь на крышке багажника оказался какой-то, который подрывает краску. Приходится перекрашивать сейчас в третий раз. Приварили, ребят, подушку двигателя. Капот тоже покрасили. Краска, говно, полный. Лучше у нас был один стрельб. Чем плохая? Вообще не руковариваешь. Да ты понял, у меня в ладец это осталось. Разбавленная краска, это уже на папирах. А, все заканчивалось, да? Музыка. 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 Подшпаклевать пришлось. Там капельку. И краска сама, Расул говорит, фиговая очень. Жидкая, и надо ее много наносить, чтобы она легла нормально. Вот, у нас три банки было, три литра, да? И вот осталось... И две с половиной банки ушло вот на покраску кузова. Хотя, если была бы краска нормальная, можно было бы уложиться в одну банку. В одну-полторы. В полторы где-то? Да, потому что тут капотка, тут проемы. Потому что можно красить, даже две будут, да? Потому что ты ее освобляешь, потом готовый материал, у тебя получается чуть дольше. Ну, короче, в полтора раза быстрее уходит краска вот эта. Я хотел сначала навол взять, но мне сказали, этого цвета в наволе нет. Пришлось брать эту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А большинство кузовных запчастей и другие элементы для 11-й я заказывал на сайте Тайм Турбо. Поскольку здесь есть абсолютно все, как для тюнинга, так и для стандартных доработок вашего автомобиля. Вот, к примеру, появились интересные насадки на глушитель, шотган, акропович и так далее. Ну, а если вам насадки не нужны, можно приобрести любой элемент из выхлопной системы. И также другой элемент с какой-то другой системой. Двигателя, коробки передач, пускной, тормозной, рулевого управления, подвески, усилители жесткости кузова и так далее. Ссылку на сайт Тайм Турбо я оставлю в описании под видео. Переходите, применяйте мой промокод при заказе и получайте скидку на заказ. Так, ребят, бампера мы покрасим потом. И как это красить, как золот? Есть черный? Нет, полностью. Селеный? Да. Вот этот тут пластик черный, серый снизу был. Мы его покрасим в цвет машины. Под евро, типа. Тут, ребят, на это внимание не обращайте, тут замка нет. Так, мы зазоры все выставили. Тут он, потому что в тени сейчас кажется и в пыли, потому что темный, темнее, да? Да. А улицу мой светлее. Вот так у нас получилось по низу дверей. Пороги тоже задули. Покрасили. Мобиль мы обработали. Ну, потеки потом, естественно, уберутся все. При полировке. Закрасили опорники новые. Чуть-чуть. Как не укрывай, ребят, все равно что-то заденется, закрасится. Поэтому лучше на старой подвеске все это делать. Вот вам совет, пройденный на моем опыте. На старой подвеске, потом новую вкидываешь, и все красиво. Так вот, ребят, закрепил капот, чтобы при транспортировке не открылся вдруг. У нас тут осталось покрасить чашку заднюю. Крышку багажника, ребят, будем кислотником покрывать. Внутрь зальем мавили. Ну, везде, прям по всем стыкам. Прямо отсюда, начиная вниз. Потому что у них болезнь, это прямо нижняя часть вот этой кромки. Да нет, металл-то сам нормальный, но вот этот грунт почему-то он полез. После него закрыл грунтом, уже покрасил краской, все было нормально. Начал крыть лаком, и у меня пошли трещины. А тут какая технология покраски? Вот сейчас голый металл, далее... Номер один. Эпоксидный грунт, праймер. Ну да, просто эпоксидный. Рэкспэноль 3. На волоске. Акриловый грунт, эпоксидник, акрил. Да, грунт-дополнитель. Место подложки идет север. Он как раз закрывает мелкие поры, потом красит мелко. А кислотник, ты сказал? Кислотник, не кислотник, эпоксидник. А, эпоксидник. В основном эпоксидник у всех пригодит. У меня она наоборот вся в кислотнике. Эпоксидник в воду не пропускает, вот все детали, которые я пригодил, все в основном эпоксидник. И люди сколько уже ездят, у каких проблем нет. Короче, у нас идет эпоксидник, акрил, силер и... Краска лак. База лак. Запряг, в общем, все-таки покрасить внутренние части дверей. Теперь чистый завод. Субтитры сделал DimaTorzok Открывая ворота, приехала суета. Чисто две моих пушки, ребят. Кайф. Ну что, мы начинаем новую историю по постройке ВАЗ-211 с нуля. Она переварена и открашена. Так, ребят, все, забираем сейчас одиннадцатую. Просто написал, забыл ключи оставить, скажи Игорю, пусть ворота дернет эвакуатором. В общем, сейчас грузим на эвакуатор и везем в гараж ее. Вся крышка багажника покрашена, все четко. Краску не вздуло, наконец-то. Два раза ее перекрашивали. Пушка. Сейчас накидываем ее, потому что только вчера ее покрасили. Накидываем на машину и все. Все, надо взять ключик, подтянуть. Уезжаем мы из малярки. Следующий шаг – это постройка. Следы от твоей краски остались. Белый снег, целый лед, на раздрескавшейся земле. Одеяло лоскутым на ней. Город в дорожных ветле. А над городом плывут облака. Закрывая небесный свет. А над городом плывут облака. Городу две тысячи лет. Прожитых под светом звезды. Появили солнце. Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарство просит морщин. Красная, красная кровь. Через час уже... Мужка на базе. Ну, как сказать, на такой временной базе. Это мой гараж. Потом она поедет на шумоизоляцию. Также просьба к вам. Если кто занимается шумо-виброизоляцией, либо продажей, либо клейкой машины шумо-виброизоляции, то напишите мне, посотрудничаем, кто хочет помочь в сборке проекта. Потому что машину уже пора собирать. И самое главное – копить деньги на сборку. Половина запчастей есть. 40 тысяч рублей я в предыдущем ролике вам показывал. В первой серии про покраску. И еще 35 мне идет. Стайм Турбо тоже. На 75 тысяч есть. Еще 75-90 тысяч точно надо для сборки 11. Чтобы она хотя бы была на ходу. Ну и салон тоже хоть как-то собрать. А потом по мелочи еще летом буду дорабатывать ее. Ссылку на донейшн-алерс оставлю в описании, кто хочет помочь в проекте, поддержать. Буду очень благодарен. Сейчас мы там копим на Prior 2 панель. Но если не накопим, в любом случае все собранные средства пойдут на 11-ю. Огромное вам спасибо, что смотрели все эти три серии. Кто не видел, посмотрите первую. Вторую часть – это была третья. Финальная – про покраску. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой инстаграм, кстати. Там осталось буквально немного. До 10 тысяч подписчиков. Как стукнет 10 тысяч подписчиков в инстаграме. Начинаем сборку 11. Так что всех жду в инсте. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Подписаться на канал, если не подписаны. И позвать друзей на канал. От души всем за просмотр. И всем пока. Пора ее собирать, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!